Прошла так называемая инаугурация Путина, но по всем атрибутам, как по мне, это больше инаугурация, вернее, коронация даже царя Владимира Первого. В Москве ужаснейшая погода, дождь со снегом, на Бюлина вся в чёрном, вся в трауре. Какие у вас впечатления от этого цирка? На что вы, возможно, обратили внимание? Два очень важных момента, на которые, по крайней мере, можно хотя бы кивнуть головой и поставить лайк. Тюнинговый Путин на тюнинговом аурусе, на тюнинговую церемонию приехал давать клятву на тюнинговой конституции. Всё было в оттюнингованном виде, потому что и конституцию переписали, и машину переделали, и атрибутику мероприятия тоже потихонечку подредактировали. И на фоне вот этого спектакля, где, в общем, смотреть-то было особо не на что, потому что как же всё-таки это противно? Невозможно на это смотреть просто как на зрелище, которое тебя не касается. Невозможно не испытывать к этому отвращение. Очень нужно сильно взять себя в руки, чтобы вот здесь остаться просто журналистом, который созерцает историчность события. Всё равно, так или иначе, личное отношение, оно проскакивает. Но более значимым на этой якобы инаугурации, на этой коронации, на этом венчании на царство, которое было потом патриархом, ну, по крайней мере, министром православия, осуществлено в персональной келье, в персональном драмтеатре с крестиком на крыше. Самое значимое в этой инаугурации – это было обращение Юлии Навальной. Это было самое точное, самое уместное и самое мощное в инаугурации. То, как Юлия Навальная очень подробно, очень точно и с попытки погасить эмоции рассказала об истинном, происходящем в этот момент в Кремле. Это преступление, это преступник и это убийца её мужа. И во всей этой инаугурации, во всём этом праздничном псевдорефрении некого события, точкой правды и основным акцентом стала Юлия Навальная. Также я обратил внимание на то, что так называемый патриарх Кирилл, хотя его сложно назвать патриархом на самом деле, но он так себя называет, и называют его так в России. Во время церемонии, пожалуй, Путина оставаться во власти до конца века – это прямая цитата. Сейчас послушаем этот момент и перейдём с вами к обсуждению. И с верстновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и было сначала конец вашего пребывания во власти. У вас есть всё для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение. Сергей, по вашему мнению, это была умышленная поговорка, или для чего сказал этот патриарх, хотя это фактически кагибист Кирилл? Славься, славься, русский царь, сказал он иными словами. А поскольку за ним тянется невероятный шлейф личных преступлений, за которые он на самом деле и по своим каноническим параметрам должен будет отвечать и по Уголовному кодексу Российской Федерации, то он искренне заинтересован в вечном правлении Путина. Задача Путина — остаться у власти на весь срок жизни министра православия и патриарха Кирилла. Потому что если, не дай Бог, Кирилл останется в живых, а Путин помрёт, то в таком случае расплат неминуемый. Если же наоборот, он спокойно совершенно доживёт в своём прекрасном дворце, во всех своих прекрасных дворцах, в данном случае, министра православия, а Путин будет этот гешеф прикрывать, то, собственно, вот оно самое главное, о чём молить надо. Володенька, ну останься на царстве. Ну, пожалуйста, прикрой. Ты же понимаешь, что без тебя мы никак. И операция приёмник, конечно, будет, но она будет в твою же пользу, потому что твоя задача — удержать свои личные капиталы и свою семью. А нам-то персоналу каково? Мы только под тобой. И именно поэтому так искренне, так прочувствовано министр православия попросил оставаться как можно дольше. Так, чтобы, как это принято всегда было при советской власти, вперёд ногами. Потому что Фомер в служении народу и Брежнева вперёд ногами, и Черненко вперёд ногами, а Дропова на прокладку между ними тоже вперёд ногами, потому что иначе не принято. Поэтому давай-ка, что и Володенька, традицию-то поддержи. Сергей, во время второй инаугурации Путина в Москве горел маньер, аж вчера довольно такая мрачная была погода в Москве, атмосфера безнадёги, как по мне. Все ищут знаки во время таких церемоний. Вот на что вы обратили внимание, возможно, и на какой символизм в этом плане вы нашли? Нас с детства приучали к тому, что все праздники государственные, они обязательны к употреблению. И каждый раз обращал на себя внимание то, как 7 ноября, главный праздник Советского Союза, реагировал в погоду, как она именно отмечала и помогала людям. Потому что ещё 5-6 ноября была очень неплохая такая мягкая осень, а 7 ноября всегда была гадкая, колючая, холодная погода. Потому что как истинный патриарх Тихон проклял этих людей, проклял советскую власть и проклял революцию, так это проклятие по сей пор и действует. И поэтому, конечно, погода как часть той, в общем-то, не нашей жизни, но всё равно нашего мира, неуправляемого, но почему-то подвластного, например, тому же самому Тихону, Царство Ему Небесное. Она, конечно, знаки даёт. Ну потому что невозможно на это не реагировать, поскольку у людей, собственно, такого права нет. А вот у потусторонних сил есть. Они рецензируют происходящее. Ну как могут. Мы сейчас также покажем фотографии 20-летней давности во время первой инаугурации Путина, когда он ещё стоял возле Ельцина. Ельци за ним так приглядывал, потому что это его преемник был. Вот по вашему мнению, Путин, который на этих фотографиях, и Путин, который во время последней своей инаугурации-коронации, чем он отличается? И в целом это один и тот же человек, по вашему мнению, или это уже разные люди? Чисто биологически это, конечно, особь одна и та же, просто в развитии на протяжении целых 25 лет. Но по факту мы видим, как именно содержание, наполнение, суть этого человека изменились. Потому что из мелкой управляемой марионетки, не представляющей из себя абсолютно ничего, и человек, нуждающийся в имидже, потому что вокруг него должна была быть выстроена ситуация Голливуда, где продюсеры работают над обликом, они создают антураж, они выстраивают из него некую мачу, которая теперь-то вот на престоле. И он нуждался в подпорках, он нуждался в том, чтобы выглядеть не то чтобы достоверно, но, по крайней мере, неполным позорищем и неполным ничтожеством на фоне величия тех цыковских сотрудников, работников и персоналей, которые составляли советскую власть до него. Тот же самый Ельцин, все-таки это был такой шикарный, цыковского образца, как полагается, партийный деятель. И за ним, конечно, чувствовалась сила и власть, тем более, что ЦК КПСС. А вот Путин, тот мелкий, абсолютно заменяемый персонаж, такая марионетка и, в общем, статист, вырос, отрастил клыки, отрастил шкуру, отрастил амбиции. И теперь другой Путин. Биологически по анализам вполне возможно совпадения еще будут. По содержанию, конечно же, нет. Это вот разговор о том, что можно потакать, попустительствовать, не обращать внимания. Или вот как, например, принято все-таки говорить, давайте вокруг России просто ров с крокодилами, чтобы оттуда ничто не вылазило. Вот когда ты отгораживаешься от проблем, когда ты просто созерцаешь их и, как тебе кажется, приглядываешь, то оно и вырастает в подобное чудовище. И дальше уже всем абсолютно становится плохо. И тем, кто наблюдал, тем, кто боролся, тем, кто попустительствовал, ничего не сделал. Потому что на сегодня Путин — это главная угроза на планете Земля. Да ничего более страшного, чем Путин, нет. Никакой ИГИЛ и ХАМАС не идут в сравнении с ними. Никакая Северная Корея и Китай с своими дурацкими притязаниями на Тайвань не представляют из себя такой опасности для цивилизации человечества, как Путин. Выросший на глазах у всех, при упустительстве всего мира, который ему, вне зависимости от происходящего, пожимал руку, покупал у него нефть и газ. Путин развязывал войны, Путин напал на Грузию, а ему, тем не менее, продолжали пожимать руки. Путин сажал в тюрьму политических заключенных и своих оппонентов. Путин занимался убийствами и казнями. Он власть узурпировал, совершил по Уголовному кодексу как раз все полагающиеся преступления, описанные по захвату и узурпации власти. А мир продолжал ездить к нему на переговоры, вызывать его к себе и принимать по высшему разряду в Америке, во Франции, в Германии. Ему жали руку, и Англия его принимала, и он был везде легитимным президентом, представителем законной власти, победившим на выборы. И так продолжалось в том числе уже после начала войны. И если посмотреть на геополитический расклад, отчасти продолжается по всю пору. Несмотря на то, что в Гаге его уже ждут на скамье подсудимых, несмотря на то, что некое прозрение все-таки происходит. И тем не менее, Путина растили всем миром. Расплачиваются за это теперь две страны. Украина и Россия. На инаугурацию приехало всего шесть стран-членов ЕЦ, но даже и ближайшие к Путину лидеры. Мы также их не увидели в Кремле во время инаугурации коронация. Вот насколько это унизительно лично для Путина, или он уже привык, что его считают фактически изгоем во всем мире? Для Путина это очень болезненно. Путин — это человек советский. Мечта советского человека была, присмыкаясь перед заграницей, ее превзойти. Советский человек формировался в уважении, почитании и вожделении американской жевательной резинки, американских джинсов, американских кроссовок, можно немецких адидас. Путин совершенно четко показал, что у него в целеполагании понимание удачи жизни является «Мерседес», без которого абсолютно никак хорошо уговорили на «Аурус», хотя ничего хорошего в этом тоже не было. И как человек, который чрезвычайно завислив и потратил свою жизнь на лицемерие перед Западом, потому что по работе полагалось его ненавидеть, а по факту мечталось изо всех сил, и именно поэтому дочки и при заграничных мужьях, и при заграничной недвижимости, и при заграничных счетах в банке, да потому что как иначе, потому что какой русский не мечтает в России быть иностранцем. И для Путина одобрение за границей, внимание за границей, и способность на равных говорить за границей и быть там принятым, это чрезвычайно важно. Это имеет огромное значение. И он не случайно Ходорковского менял на Олимпиаду, потому что когда выяснилось, что на его спецпроект Олимпиады никто не едет, он выпустил главного своего политического заложника, потому что ему было очень важно, чтобы на Олимпиаду речь не идет о инаугурации. А на Олимпиаду, на спортивный праздник приехали равные, чтобы там стояли тоже лидеры. И вот они всем миром отмечают это великое олимпийское событие. И вот тут вот Путин в Сочи пришлось идти на обмен. Но потому что никак. И сейчас, конечно же, для него чрезвычайно важно вообще все, что за границей в отношении него делает, думает и предпринимает. В России у него полный порядок, зачищено все, нет общественного мнения. Навальный убит, остальные сидят, а вот за границей это очень серьезная боль. Потому что, как у людей недалеких и завистливых, они присмыкаются перед заграницей всегда, до последнего. Мы же помним, что весь Советский Союз как раз на этом сопоставлении жил. Как только изобрели какого-то москвича, тут же говорили в телевизоре, ну, на уровне зарубежных аналогов. Как где-нибудь какие-нибудь там джинсы сшили, говорят, смотрите, на уровне зарубежных аналогов. Где-нибудь что-нибудь там что-то испекли, сделали, построили, обязательно сравнивали с заграницей. Ну, потому что мерилом успеха, мерилом качества всегда было за границей. Потому что понятно, что свое хуже, но хотя бы догнать. Не случайный лозунг советской власти на все мое протяжение догнать и перегонять. Догоним и перегоним. Трактор Дип догоним и перегоним Америку. Валялись в ногах в Америке, присмыкались перед ней, ненавидели ее, презирали, называли врагом и потребляли все американское. Промышленность, танковую промышленность, автомобильную промышленность, тяжелую промышленность, легкую промышленность, пищевую промышленность. Она была американская. Эти самые знаменитые 500 заводов под ключ поставленные и Депрогаз в том числе, и энергетика советская. Это все Америка и ненавистный враг. Перед Западом всегда присмыкались. Именно поэтому была уголовная статья за преклонение перед Западом. И Путин именно такой человек. Для него очень важно внимание, поощрение, одобрение. Ему нужно, чтобы его похлопывали по плечу. И в этой связи он как раз пытается добавить себе вес и быть равным. И именно для этого в том числе он устроил войну, потому что без войны он был просто обычный узурпатор. Ну, такой же посмешище планеты Земля, как этот самый северокорейский, который толстенький, пукленький, тоже под санкциями и при этом никому не интересен. Так же, как все эти айитолы, которые где-то там в Иране, напали на несчастный Иран, превратили его в исламскую ха-ха три раза республику. И никто даже не знает, чем Хамени отличается от Хамени, потому что это какой-то между собойчик. И если мы, предположим, какой-нибудь иранский, например, айитолаза хотел внимания всеобщего, он бы что для этого? Полетел бы в космос? Он бы для этого открыл бы что-нибудь невероятное, показал бы, что у него лучший в мире университет, и Иран — это просветленная страна, та самая Персия, которая с мировой культурой? Да нет, для этого как раз достаточно иметь ядерную программу, угрожать Израилю и говорить, что в любой момент мы сейчас нажмем красную кнопку, что и Северная Корея тоже делает. Ну, смотрите, у нас тоже ракеты есть под санкцией, но мы, тем не менее, до Японии это дотянемся. Хотя зачем нам это Япония? Мы без нее жить не можем, потому что японские виски как раз это любимый сорт их кимчон-ына. Кимчон-ын, как ни странно, пьет не камю, не абраудерсо, а почему-то японские виски. И если не будет Японии, то где же вы этот самогонище будут добывать. И для Путина чрезвычайно важно было наконец-то стать тем на планете Земля управляющим восходом и закатом, кем он на сегодняшний день стал, потому что как самая серьезная угроза он обращает на себя внимание. И это как раз тот самый выбор человека, когда не обязательно кто-то хочет войти в историю Пушкина, кто-то хочет войти в историю Дантеса. И у Путина это получилось. Он на сегодня самая серьезная проблема мира. Но за счет этого он в любой момент на проводе, он в любой момент поднимет бровь и все будут его слушать. Он захочет себе выписать Карлсона, и тот примчится и будет брать у него интервью. Прежде такого не было. Хотя руку ему тоже сжали очень активно и нефть у него покупали. И, конечно, ориентиры на Запад это самое главное. Весомость перед Западом это самое важное. Значимость перед Западом это самое-самое-самое нужное Путина. И отсутствие гостей это оскорбление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...